Дорога Духа, Аминь. Получение Иоанна Златоуста из беседы 3 на Евангелие святого апостола Иоанна. Излишне было бы теперь убеждать вас к внимательному слушанию слова. А нужно только внушить вам, чтобы вы всегда сохраняли в себе такое усердие, и не только бы здесь его показывали, но чтобы и дома находясь, муж с женой, отец с детьми беседовали об этом. Пусть одни передают другим и спрашивают друг друга, и пусть все оказывают взаимно такую добродетельную помощь. Никто не говори мне, что нам не нужно занимать этим детей. Не только этим должно заниматься, но об этом только одном, и надо бы вам заботиться. Однако ж ради немощи вашей я уже не говорю этого. Я и не отвожу детей от посторонних занятий, так же, как и вас не отвлекают общественных дел. Я считаю только справедливым, чтобы из семи дней один посвящен был общему нашему Господу. Ибо как это не сообразно рабам своим приказывать, чтобы они все время служили нам, а нам самим не уделить и малейшего времени для Господа, и при том тогда, как наше служение не приносит Ему ничего, ибо Бог ни в чем не нуждается, и только нам же самим обращается в пользу. Когда вы водите детей на зрелище, то не находите препятствия к этому ни в науках, ни в другом чем-нибудь. А когда надо в нас собрать и получить какую-нибудь духовную пользу, вы это дело называете бездельным. Как же вы не прогнивляете Бога, когда во всем другом упражняете своих детей, и на то находите время, а занимать их делом Божьим считаете тягостным и неблаговременным для детей? Нет, не так, братья. Этот-то возраст преимущественно и нуждается в таких уроках. Возраст нежный, он скоро усвояет себе то, что ему говорят, и как печать на воске в душе детей отпечатлевается то, что они слышат. А между тем и жизнь их тогда уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Посему, если в самом начале, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то на будущее время это уже обратится им в навык, и как бы в природу, и они уже не так удобно по своему произволу будут уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к делам добрым. Тогда и для нас они будут достопочтеннее самих стариков, и для гражданских дел будут полезнее, обнаруживая в юности свойства старцев. Ибо невозможно, как я и прежде говорил, чтобы наслаждающиеся слушанием Божественного Писания и внимающие такому поучению отходили бы отсюда, не получив какого-либо истинного великого блага. Будет ли участником в этой трапезе муж, или жена, или юноша? Если мы, приучая зверей к нашим словам, таким образом укращаем их, то не гораздо ли более через это духовное учение мы можем исправлять людей, когда там и здесь есть великое различие и между врачевствами, и между врачуемыми? Ибо и грубость в нас не такова, как в зверях. У них она зависит от природы, а у нас от произвола. Да и сила слов не одинакова. Там она происходит от человеческой мысли, а здесь от силы и благодати Духа. Итак, кто отчаивается в себе самом, тот пусть помыслит об укращенных зверях, и он никогда не впадет в отчаяние. Пусть всегда приходит он в эту врачебницу. Пусть постоянно слушает законы Духа и, возвращаясь домой, слышанное записывает в своем уме. Таким образом, он будет в доброй надежде и в безопасности. На самом опыте чувствует успех. И дьявол, как скоро увидит, что в душе человека написан закон Божий, а сердце сделалось крижалями этого закона, уже не будет более приступать. Ибо где будут царские письмена, не на столпе медном начертанные, но в боголюбивом сердце Духом Святым, напечатленные и благодатью блистающие. Туда он невозможен даже и заглянуть, а далеко отбежит. Для него и для помыслов, от него влагаемых, ничто так не страшно, как мысль, занятая предметами божественными. Душа, постоянно прилежащая к всему источнику. Такую-то душу не может не опечалить что-либо в настоящем, хотя бы было что-нибудь и неприятное, не возгордеть и надмить что-либо благоприятное, но среди бури волнений она будет наслаждаться тишиною. Да и не от природы вещей происходит наше смущение душевное, а от немощи нашего Духа. Если бы мы подвергались этому страданию вследствие обстоятельств, то все люди должны были бы испытывать его. Ибо все мы плывем по одному и тому же морю, на котором невозможно миновать волны бури. Если же есть люди, которые остаются вне бури и волнений моря, то очевидно, что бурю производят не обстоятельства, но состояние нашего Духа. Следовательно, если мы настроим душу так, чтобы она всегда все легко переносила, то не будет для нас ни бури, ни потопления, а будет всегда благоприятная тишина. Аминь. Аминь. Аминь.